Главное, движение «Исламское государство», о котором сейчас говорят все, наиболее радикальная часть ислама, строит новый халифат и, что важно, не признает современной системы права, включая международное и даже государственных границ. Кстати, есть в этом что-то общее с поведением США. На первый взгляд, парадоксально, но если приглядеться, то не очень. Судите сами. Барак Хусейн Обама, например, полагает, что может распространять свою юрисдикцию на весь мир, невзирая на границы. И также считает халиф Абу-Бакр Аль-Багдади. Барак Хусейн Обама убежден, что имеет право на убийство без суда. С ним согласен и халиф Абу-Бакр Аль-Багдади. Барак Хусейн Обама готов силой навязывать другим странам и народам свои представления о прекрасном. И туда же халиф Абу-Бакр Аль-Багдади. А жестокость? Правда, президент США ее прячет. Убийство нам показывает с высоты птичьего полета, так что мы не видим оторванных голов и изуродованных тел. Халиф предпочитает демонстративные устрашения в камере. Но жестокость остается жестокостью, независимо от того, есть она крупным планом на видео или нет. Наконец, Барак Хусейн Обама, обуревая мессианством и идеей исключительности, халиф Абу-Бакр Аль-Багдади тоже. Не правда ли? Много совпадений. Теперь вот Барак Обама и халиф Абу-Бакр Аль-Багдади схлестнулись. Люди Барака Обамы стали бомбить людей халифа Абу-Бакра Аль-Багдади. Ресурс Барака Хусейна Обамы примерно понятен. У него много техники, но американцы не очень готовы умирать лично. Воины халифата Аль-Багдади, наоборот, готовы к смерти и даже вдохновлены ей. Фанатичную веру халиф Абу-Бакр Аль-Багдади крепит исторической местью за крестовые походы из Западной Европы и поражение от монгольских ханов, включая Тамерлана. Нынешние границы государств на Ближнем Востоке Абу-Бакр Аль-Багдади не признает. Мол, они зафиксированы западными державами в тайном соглашении с Айхспеку от 1916 года лишь для того, чтобы посеять рознь в мусульманском мире. Откуда взялось ИГИЛ, ставшее теперь исламским государством, халифатом? В нынешнем виде выросло из того самого фронта Ан-Нусры, который воевал в Сирии против Башара Асада. Фронт Ан-Нусра всегда был самой идеологизированной, боеспособной силой среди воюющей сирийской оппозиции. Деньги и оружие, отправляемые Западом с сирийской оппозицией, попадали именно Ан-Нусре. Потом уже эти парни стали ИГИЛ, вышли за пределы Сирии и, захватив этим летом значительную часть Ирака, превратились в так называемое исламское государство. Халифат, подчинивший себе и Аль-Каиду. Там масса подробностей и деталей, но канва такая. Что теперь? Бомбы против идеологии неэффективны. Исламское государство подпитывается из разных стран. Костяк Салафита из Саудовской Аравии. Они уважаемы, как родившиеся на земле пророка. Понятно, что в Халифате и масса эракций. Ещё там есть граждане Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана. Есть и египтяне, которые считаются более образованными и технически грамотными. Они, как правило, работают по специальности и часто занимаются планированием. Воюют там и пакистанцы, афганцы, узбеки, малазийцы, даже чеченцы и бангладешцы. Эти отважны до самоотверженности. Смертники, как правило, из них. Европейцы на вес золота. Их не так уж мало. У большинства высшее образование. Это врачи, инженеры и даже преподаватели университетов. К ним в исламском государстве особое уважение, поскольку все понимают, что сменить личный комфорт на полную лишение жизни в пустыне можно лишь за идею. Есть в Халифате и представители других континентов. Например, министр финансов исламского государства, 44-летний мусульманин-австралиец. В Европе у него масса псевдонимов и контактов. Финансирование исламского государства не стеснено. Пожертвования с фиктивных адресов идут со всего мира. На своих и чужих территориях экстремисты устанавливают налоги или просто требуют дань за право продолжить бизнес. Собственно, рэкет. Отдельная статья доходов – выкуп за захваченных иностранцев, а также грабежи банков и обменников в провинциях Ирака и Сирии. В итоге Халифат – крепкий орешек. Турция хотела было начать против исламского государства наземную операцию, да так и не начала. Видимо, Анкара считает, что тем самым окажется на стороне Башара Асада. Это невозможно. Воздушные атаки американцев и их союзников лишь сеют большую ненависть к Западу. Итоговый результат сомнителен. Ответ может оказаться асимметричным и страшным, как для Америки, так и для Европы. Новый Халифат безжалостен. Один из примеров – возвращение к средневековому рабству. Подробнее Сергей Пашков. Канонада в Кабане не смолкает ни на час. Боевики Халифата уже закрепились в промзоне, уже заняли восточную часть города, уже подняли черное знамя джихада над городской мэрией. Однако курдское ополчение Пешмерга держится буквально на зубах, ибо падение Кабани означает неминуемую смерть для тысячи стариков, женщин и детей, которые не смогли выбраться из города. Означают безусловное рабство для десятков тысяч курдов в городах и поселках вдоль турецкой границы. Мохаммед Алосов, фармацевт, хозяин аптеки, учившийся еще в советском Узбекистане, рассказывает об участи тех, кто живыми попадал в руки исламистов. 15-летних девчонок продавали сюда брака за 2000 долларов. Чем моложе, тем дороже. Псы войны, стекающиеся в халифат со всего мира, не избегают плотских утех. Идеологическую базу формируют духовные лидеры, терпеливо объясняющие на страницах собственного журнала, разрабатывающего вопросы, теории и практики мирового джихада. До того, как шайтан внушит сомнения слабым умом или сердцем, следует вспомнить, что обращение в рабство неверных и принятие их женщин в качестве наложниц – твердо установленный закон шариата. Если кто отрицает его или насмехается над ним, тот насмехается над Кораном и становится отступником от ислама. Первую партию рабынь более 500 девочек, девушек и молодых женщин продали на невольничьих рынках халифата еще летом, когда отряды исламского государства уничтожили, не оставив камня на камне, несколько деревень иракских курдов, езидов, солнцепоклонников. Меня продали в рабство вместе с сестрами, пять дней нас держали вместе, потом новый хозяин распродал всех по одной, и я осталась в Сирии. Известны случаи, когда одну похищенную девочку выдавали замуж сразу за двух боевиков. Миссия ООН в Ираке приводит в своем отчете показания выживших свидетелей. Женщины и девочки снабжаются ценниками для покупателей, чтобы те могли сразу выбрать товар и договориться о цене. Начали с езидов, вошли во вкус, теперь потенциальными рабами халифата стали проживающие на территории Ирака и Сирии общины курдских иудеев, армян, арабов, ассирийцев, исповедующих христианство, алавиты, да и практически все шииты, которых радикалы не считают мусульманами. Большинство курдов Ирака и Сирии сунниты, но блажен тот из них, кто не заблуждается насчет взрывающих их города-братьев по вере. Они, бандиты из ИГИЛ, не считают нас ни людьми, ни единоверцами, потому что большинство из нас исповедует суфизм, требующий от человека терпимости, праведности, добросердечности, значит для них мы чужие. Убийство неверного, публичная казнь на площади, в людном месте, на глазах сотен людей, это уже будни халифата. Конечно, они их убивают, да. Убивают и разрежут их головы. Они такие люди страшные, такие звери. Теоретики халифата утверждают, что возвращение работорговли приближает желаемый конец времен. Возможно, он уже наступил, если все это стало обыденным в первой четверти 21 века. Сергей Пашков, Александр Иванюк. Вести недели с турецко-сирийской границы.